ребят всем привет сразу же хочу вам сказать что пишите свои вопросы и я обязательно на них поотвечаю и еще у нас получается что заранее пишите потому что вас скорее всего скопилось очень много вопросов по-другому не бывает но чаще всего вы начинаете их писать когда я уже отключаюсь смотрю вопросы пошли макс макс космос привет да не понимая как идет эфир потому что я на ю тубе почему-то весь ребят я бы с вами хотела поговорить сегодня опять на такую тему на не очень долго разговаривали очень много но это одна из основных тем я конечно уже наверное завтра мы выложим отзывы с ретрита конечно отзывы дали не все ребята потому что ну кто-то кто-то не может проявляться это не его спасибо рафаэль цветочки я люблю но те ребята кто захотели поделиться мы конечно же их обязательно выложим эти отзывы я если честно сама еще не видела не слышала это без меня записывались вот и спасибо огромное ребят за сердечки за цветочки за сердечки вот я хотела бы поговорить с вами опять снова и вновь и это наверное одна из основных тем через которую мы можем проявляться через которую мы можем осознаваться через которую мы можем выходить на новый уровень сознания это честность и в этот раз у меня были ребята да были ребята те которые приезжали уже не первый раз которыми у нас уже была четвертая встреча вот по-разному ребят кто-то кто-то меня увидел первый раз на на сочинской встрече которую мы проводили вот и они за этот час пока я пока я вещала они приняли решение быть на ретрите вот это конечно же тоже очень приятно вот и конечно же были достаточно глобальные люди была девочка и психолог причем насколько я понимаю клинический психолог с огромным опытом с огромным стажем просто максимально максимально большая максимально глубокая и расширенная женечка и это я к чему ребят говорю это к тому что у вас может быть очень много знаний очень много у вас может быть очень много проработок у вас может быть очень много каких-то своих моментов которые вы видите и И действительно можете в них погрузиться. Но вы никогда не увидите себя со стороны. Никогда. И ту правду, которую я вам открываю, я вам открываю не потому, что я такая всевидящая, хотя это тоже обсуждается. Наверное, это всё же тот ракурс, которого я могу видеть, тот ракурс, которого я могу смотреть. Это тот ракурс, с которого мне и видно каждого из вас. И когда мы начинаем смотреть с него, да, это больно, да, это не всегда удобно, да, это не всегда комфортно. И были слёзы, как обычно, как каждый ретрит, слёзы, смех, разочарование. Но разочарования никогда нет в вас. Вы всё время боитесь разочароваться в себе, да? Вот как мне ребята говорят, ну как же я вот эту правду скажу самому себе? И я разочаруюсь. И действительно каждый из вас боится в каких-то моментах сказать себе правду, признаться. не потому, что вы её не видите, а потому, что вы этого человека, самого себя, выстраивали, любили, принимали, спорили с собой, что-то себе давали самое лучшее, а потом раз, и сами себе сказать, что я – это не я. И это действительно тяжело. Но, ребят, поверьте, разочарования не бывает. Разочарование может быть только в том случае, когда вы понимаете, что «как так? Я столько времени потратил не на то». И то, когда до вас доходит осознание, вы понимаете, что если бы вы потратили это время на что-либо другое, то бы вы не встретили себя именно в том состоянии, в этом времени, когда вы максимально готовы к себе. Поверьте, всё всегда вовремя, всё всегда своевременно и в том месте, когда это есть. И когда мне ребята начинают писать и говорить, «Боже мой, а как же так? Вот я там хотел попасть на ретрит, и не получается». Ребят, не расстраивайтесь. Вы всегда будете именно там, где вы готовы быть. Вы всегда именно будете там, где ваше место на данном этапе. И всегда будете с тем человеком, с которым вы должны быть. Ведь у меня на ретрите не происходит поглаживание. Ведь у меня на ретрите не происходит что-то там, какие-то вот эти девичьи приятные посиделки, да, когда «ну да, вот там вот так вот». Нет, это через боль. А почему через боль? Да потому что мы через боль только можем осознать, что мы живы. Почему через боль? Потому что только через боль мы собираемся, в этой плотности мы собираемся через тело. Почему за нашим телом нужно ухаживать? Но ухаживать — это не про кремики. Ухаживать — это про достаточно жёсткие физические нагрузки. Ухаживать — это про то, что ты вкладываешь в своё тело. Вкладываешь это в прямом и переносном смысле. Потому как только тело — это твой проводник в этой плотности. Как ты готов осознаваться в этой плотности, через что? Если твоё тело вибрирует болезнью, если твоё тело вибрирует болью. И только когда оно у тебя достаточно натренировано чем-либо, то тогда ты можешь проводить через это тело те осознания, которые может выдержать твоё физическое тело. И да, что такое страх, когда мы боимся прийти к самому себе? Мы же уже не раз говорили, да, что страх — база страха. Это база страха — страх смерти. Любой страх, если мы его разберём, он базируется на страхе смерти. Почему на страхе смерти? Потому что мы не живём. Большинство из вас не живёт. Вы боитесь то, что вы знаете. Почему нет страха жизни? Ведь страха жизни нет. Потому что многие из вас никогда и не жили. Чего им бояться? О чём задуматься? Ведь если я вам каждому скажу, ну, например, ты боишься гизмондуру? И каждый из вас скажет, кто, чё, что это такое? Ни у кого не возникнет страха. Почему? Потому что вы не знаете, что это такое. Вы это никогда не видели. Вы этим никогда не жили. Почему у вас нет страха жизни? Потому что вы никогда не жили. Вы не знаете, что такое жизнь. Вы собираете образ жизни по крупинкам. От этого, от этого, от книжек, с фильмов. У вас собирательный образ жизни. Почему? А кто из вас жил? А почему бы эти смерти? Вы её знаете. Вы же ходячий труп. И только когда ты познал жизнь, только когда ты научился жить, только когда ты течёшь по течению своей жизни, у тебя больше нет страха смерти. Ты познал другое. Ты познал иное. И ты можешь находиться теперь в этом состоянии. Что мы делаем на ретрите? Что я делаю? Я открываю вам вашу смерть с разных сторон, с разных ракурсов. Для чего я открываю вам вашу смерть? Чтобы через смерть вы вошли в жизнь. Чтобы ощутили, что это такое. Если вы хотя бы один раз если вы хотя бы один шаг сделаете в жизни, вы этого никогда не забудете. Ваш мозг не сможет это заблокировать. И что происходит? Уходит оценочное мнение. Уходится переживание. Уходит боль и горечи. Потому что всё это есть только в смерти. А если смерть больше неинтересна, может ли она пригореть? Или ты полностью поглощен своей жизнью? Ты начинаешь её исследовать. Ты начинаешь ей жить. ты начинаешь ей смотреть на свой мир. Что у тебя уходит на задний план? смерть, которая всегда рядом и к которой ты можешь вернуться в любой момент, когда ты захочешь. Когда ты захочешь. Никто либо. И тогда ты начинаешь быть властелином своей жизни. А это абсолютно по-другому. Хочешь раскрыть свою смерть? Только через раскрытие смерти ты можешь прийти в свою жизнь. А по-другому как? Здравия, Аленочка. Ведь мы очень многих моментов не осознаём с той позиции, на которой мы находимся. И даже элементарные вещи, такие как деньги. денежный марафон. Вы думаете, а денежный марафон буду вам проводить как визуализация? Какие-то ещё моменты? Нет. Почему у вас нет денег? Что такое деньги? Деньги – это энергия. Это энергия, это ваша энергия. Деньги не зарабатываются. Вы же все прекрасно видите людей, которые работают на двух, на трёх, на двадцати двух и на двадцати трёх работах, которые сами себя не видят и не помнят. Но у них нет денег. А есть люди, которые просто кайфуют, и у них есть деньги. Что такое деньги? Деньги – это ваша энергия. Это энергия самого себя. И если ты ставишь ценность денег, то ты будешь бежать за этой ценностью. А если ты ставишь ценностью самого себя, то всё остальное бежит за тобой, за самоценностью. Ведь всё так просто. И да, эти моменты мы будем раскрывать. что такое деньги? Их не надо зарабатывать. Они уже есть у тебя. Ты не можешь их взять. Не можешь их взять, потому что они для тебя ценность, а не ты для них. Просто. Марафон пранафит. мы как сито. Как сито очень грязное, запылённое. Вот знаете, когда вытяжку над плитой моешь, и там она уже ничего не вытягивает, она вся в жиру, в грязи, там уже вот этих дырочек вот этих вот нет. И ваше тело вот как это сито. Как вы можете получать энергию самого себя? Как вы можете быть на минимальном количестве питания и быть активными? Когда-нибудь задумывались? Вы задумывались когда-нибудь, что ваше тело значит для вас? Как его освободить от этого? Как его очистить? какими физическими упражнениями? Какими психическими упражнениями? Что нужно сделать, чтобы запустить, чтобы прочистить свою ситечко, чтобы запустить энергопоток через свое физическое тело? Да, это проносит. или марафон по депривации сна. Не спи, к тебе придет все на свете. Это не так работает. только на марафоне по депривации сна ты узнаешь, на что способна твоя нервная система. Для чего она? Кто ее управляет? Что будет, если твою нервную систему отключить? Почему тебе не дают это сделать? Почему тебя укладывают? Тебе придумывают миллион всего. матрас. Наши матрасы самые лучшие. Ортопедические подушки. Пуховое одеяло. А вот эта вот еда, этот ужин, это самое великолепное, что может быть перед сном. Что происходит с тобой во время сна? Почему твое тело не пускает того из материи? Что тебе же самому будет комфортно? Отчего тебе будет комфортно? И да, это строится через нервную систему. левую левую